Наверняка мы все постоянно сидим в ТикТоке и тратим на это сумасшедшее количество времени. Но при этом, ставя ленту по нескольких часов, мы постоянно натыкаемся на рекламу какой-то странной игры. Так вот, сегодня мы сделаем тест-драйв самых странных рекламных игр из ТикТока. Всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Заранее влепите огромный лайкусик и обязательно подпишитесь на канал. Ну а вам я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Ну а мы приступаем к тест-драйву. Первая игра в нашем сегодняшнем списке, на которую я неоднократно натыкался, называется Геан Траш. Первое, что меня удивило, что у этой игрушки более 50 миллионов скачеваний. Скажите мне, пожалуйста, кто эти люди? Кто они? Неужели есть реально люди, которые в это играют? Но при этом давайте зайдем в игру и посмотрим, что же в ней такого классного. Постоянно, просто постоянно я видел рекламу этой игры в ТикТоке. И наконец-таки мои руки дошли до нее. Я, честно говоря, не думал вообще, что когда-либо буду играть в это. Но давайте попробуем посмотреть, что же для нас приготовили. Значит, управление максимально простое. Мы либо передвигаемся влево, либо передвигаемся вправо. Все, что нам нужно делать, наша главная задача, собирать человечка своего же цвета. И становиться все больше, больше, больше по размеру. И вот и все, да. Вот такая вот максимально простая игра. И у такой игры 50 миллионов скачеваний, понимаете? Это триплэ игра, между прочим. Оп-оп-оп-оп, алмазики. Собираем, 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 собираем. Опа, это что такое? А ну-ка, это что у нас битва с боссом? Сюда иди, твоечку, пропишу тебе. На, свертухи по лицу получи. И, опа, и собираем их 4 бонуса. Вот это я понимаю. Ну и, конечно же, наша любимая реклама. Даже здесь она есть. Ах, и сколько мы по итогу получаем очков? А ну-ка, а ну-ка, подожди. Это мы можем еще в рулетку сыграть? Блин, x2 получаем. Ну ладно, нормально. И за счет подобранных алмазиков мы с вами можем прокачивать своего персонажа. Либо мы прокачиваем силу удара, либо мы прокачиваем, как я понимаю, какую-то скорость, либо скорость роста. Так что давайте прокачаемся у персонажа на полную котлету и приступим к следующему уровню. Игрушка действительно максимально странная. Но, мне кажется, иногда поубивают чисто время, когда вообще делать нечего. То самое то, реально самое то. Не, ну игрушка, правда, очень странная. Опа, кроссовушки подобрали. Бежим! Ну, кстати, с боссом то, что в конце вот это вот идет схватка, это, между прочим, прикольно, да? То есть мы не просто, на, 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 ты чё, а, малявка, на, получи, полетел. Давай, 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 сколько? Их, 6, хорошо. Смотрите, с каждым разом мы доходим всё дальше, дальше. И реклама просто абсолютно такой же игры, абсолютно такой же игры. За прохождение этого уровня мы получили какие-то невероятные просто кроссовочки. Как-то, да, опять реклама, а! Мне реально складывается такое впечатление, что я зашёл не поиграть, а просто посмотреть рекламу. Это какой-то бред вообще, я реально, да что ж так? Да опять реклама, да что за фигня? Я вам серьёзно говорю, ребят, это просто какой-то бред. Опа, давай попробуем открыть. Раз, опа, 140 бриллиантиков. А ну-ка, здесь сколько? 150, а здесь сколько у нас? У-у-у, шляпа, ура! Ладно, давайте прокачаем персонажа на всю котлету и попробуем пройти ещё один уровень. Так, значит, голубенького цвета. Ого, ого, уровень-то усложняется, ты посмотри-то, а! Так, а погоди, а нам и не туда, и не сюда. Ага, а, мы цвет выбирали таким образом, да? Ну, там, в принципе, не важно. Так, давайте здесь голубенькие, голубенькие, голубенькие сюда. Мне нравится, что пока я бегу, там на воздушном шаре ещё одна реклама. Это ещё одна реклама. Это издевательство какое-то. Реально достала меня ваша реклама, блин. Ой, ужас, у меня снится реклама. На воздушном шаре реклама. Ещё там воздушный шар был с рекламой. И мы проламали его с вами стенку, и получаем икс-пять бонусов. Так, ладно, давайте сундучок. Не обращайте на них внимания. Осознайте, что всё это сраная пои... Хо-хо-хо, я не могу. Я просто, я не могу. Режим ярости, посмотри видео и пройди уровень в режиме ярости. Да, блин. Ладно, давай ещё реклама. Ладно, давайте посмотрим, что же это за режим ярости. Это городе, которого я посмотрел, а что он в доверии. Емо. Нифига себе, мы стали огромными, просто мега огромными. И мы чисто примагнитивые абсолютно всех человечков в себя. У нас, внутри нас уже сто человек. Емо. Ой-ой-ой-ой, погоди, погоди, погоди. Немножечко попутал режим ярости у нас. Это что за босс там? А мы, может, не победим его? Эх, уворачивайся. И удар давай, и ещё уворачивайся. И удар, давай, 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 давай. Двуточку, двуточку, двуточку. Хорошо, хорошо. Так, уворачиваемся ещё вправо. А теперь давай, и теперь влево. И теперь нужно бить, 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 бить. На. Слушайте, так это какая-то битва с боссом у нас получается. Бываться вот, да? Как я понимаю, нифига себе. Прям уже с нормальным таким боссом. Это вот, это, кстати, было прик... Да, опять эта реклама. Ну почему-то не хочу я себе машину. Ну не хочу я. Ну, кстати, если говорить без ровнов, то игрушка... В неё можно залить, но тьется бы не реклама. Ладно, давайте попробуем пройти последний уровень. Я последний шанс даю этой игре. Я надеюсь... А чё так много алмазиков? А где человечки-то у нас? Я не понимаю. Бонусный. Это бонусный уровень. Стеточку проломили. Бежим дальше за нашими рубинчиками. Рубинчики, рубинчики, рубинчики. Хочу, 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 хочу. Вот так вот нужно, смотрите, двигаться, передвигаться, чтобы максимально забрать как бы... О-о-о-о! И солдатчик. Так, если... А, ломать его надо. Ломай, ломай. Быстрей, 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 быстрей. 11 х, что нормально. А я ещё могу бить, смотри. 12,8 х у нас. Вот это другое. Да, бля... Так, давайте смотреть, что же я получил по итогу с этого бонусного уравня. Моё терпение на исходе, я вам серьёзно говорю. Просто оно заканчивается, потому что я заколебался смотреть эту рекламу. Я нормально в игру поиграть не могу. Сколько в ней рекламы? Сколько? Почему я так много? Не, ребят, всё, я достаточно. Я не то, что подоигрался, я насмотрелся реально рекламой. Это симулятор не игры какой-то, а просто просмотр рекламы. Это кошмар вообще. Поэтому мы с вами перемещаемся к следующей игре, и я надеюсь, такого не будет. Наша следующая игрушка называется Join Clash. Более 100 миллионов количества скачиваний. Это пипец как много, это пипец как дофига. И 1 миллион отзывов. Я просто боюсь представить, что там за игра такая. Но так или иначе, давайте попробуем зайти в неё и посмотреть. О, господи, это такая же игра. Это абсолютно такая же игра. Она построена по такому же принципу. Мы также либо передвигаемся влево, либо вправо. Мы также прокачиваем своего персонажа. И всё, это одинаковые игры. Абсолютно одинаковые игры, но они разные. Я надеюсь, что тут не будет так много рекламы, как было в предыдущей игре. Но давайте посмотрим. А нет, смотри, игрушечка уже немножечко по-другому. То есть мы здесь собираем народ. Чем больше народа у нас есть, тем... А чё дальше-то? А, и теперь мы боремся с этими чуваками. Правильно я понимаю, да? Ну всё, отлично. Нас там больше мочи за толпой загасили. И всё. И мы победили. И первый уровень пройдет, получается. Мы захватили этот замок. Ура! Но радует то, что пока что ещё не было рекламы. Ой, хотя бы на это спасибо. Реально, вот это меня радует. Давайте улучшим нашего персонажа. Значит, улучшим его силу. Получается, и у нас ещё есть с вами монетка. Давайте увеличим защиту. Защиту. Прокачаем её. Ну что ж, давайте попробуем пройти второй уровень. Теперь на этот раз у нас есть щита. Есть дубинка. Поэтому мы стали в разы мощнее. Я считаю, тут ещё у нас появляются какие-то новые ловушки. Одного человека мы потеряли, к сожалению. Но ничего страшного. Давайте, мутаны, отмутузим их всех по полной... Молодцы, молодцы. Что-то на самом деле как-то слишком просто. Понятное дело, что уровень сложности будет повышаться у нас по мере прохождения игры. И всё такое, как бы, да? Но так или... Ну я вот только хотел похвалить, что реклама нету. Ну как так? Давайте перейдём к третьему уровню. И попробуем его так же пройти. Ну, я вот честно хочу сказать, что эта игрушка даже как будто немножечко поинтереснее. Потому что здесь уже она... Оооо! У нас босс появился! Мочи его, пацаны! Гаси его по полной... Молодцы! Красавчики, ребята! Красава! Ха-ха-ха! Да захват замок вперёд! Ой, какой ужас вообще! Во что я играю? Ой, вообще... Ну не, ну смотрите, мы молодцы. Мы прошли ещё один уровень. Классно. Лайк куда поставить? Ха-ха-ха-ха! Так, а что мы можем сделать? Смотри, нажимаем на квадочку построить. И теперь что мы... Мы свой замок можем построить? Нифига себе! А вот это, кстати, прикольно. А вот это прикольно уже идея. Между прочим, атака сейчас... Нет, спасибо. Не надо нам такое. Ого, а это что такое? Так, зажим... Хорошо. Мы можем стрелять? Серьёзно? Е-е-е-е! Во! Это бонус турой. Вот это прикольно. Честно в боулинг играем. Смотри, чисто это двигающиеся у нас кегли получается. А мы их просто вот так вот сюда. Сюда! Да-а-а! Ой, что-то их там много начинает идти. Не-не-не-не-не-не-не-не. Всё что ли? Нет, нет, ещё не всё. Ещё не всё. Держимся до конца, держимся до конца. Всё, последнее вот это вот. Хорошо. Последнюю толпу разгромили. И мы молодцы. Мы молодцы. 106 монет. А у меня даже, боже, 124 монетки с вами заработали. Прекрасно. И здесь абсолютно такая же система наград. Здесь также присутствуют такие же сундучки. И мы также на этот раз уже не рубинчики, а просто монетки. И всё. Это просто игры, понимаете? Ctrl-C, Ctrl-V. Вот по-другому реально никак. Да и реклама опять, да. А-а-а! Ты бесит оно! Наша следующая игрушка называется Bridge Race. Более 100 миллионов скачиваний. Но на этот раз игра 12+. Поэтому если вам 11 лет, то вы не сможете, к сожалению, в неё поиграть. Вот такие вот правила. Пока я заходил в эту игру, я уже успел смотреть две рекламы. Что, конечно же, мне понравилось. Да, я очень сильно люблю смотреть рекламу, как вы уже поняли. Для начала давайте ведём имя нашего персонажа. А, значит, кофе, как обычно, соответственно, да. Игра запутится. Вот, всё. Так, и что тут у нас делать? Всё, на этот... Да блин, да почему ты снова падаешь? Ладно, вот сейчас мы собрались и у нас топ... Нифига себе, а что у нас так много всех этих? А что делать-то надо в этой игре? Ничего не объяснили, ничего не понятно. Так, ладно, как я понимаю, нам надо... Ого! Ого! Быстренько-быстренько поднимаемся. То есть нам нужно подниматься наверх, используя вот эти дощечки. То есть нам нужно их быстренько собрать. И кто быстрее добирается наверх, тот, соответственно, и побеждает. Ладно, я думаю, столько дощечек нам будет достаточно. И мы уже можем подниматься на самую верхушку. И доходить до... Какая, блин, реклама во время игры, я не понимаю! Я просто в шоке, я уже просто не могу. О, так, мы с вами перешли на следующее. Там объявление висит о продаже BMW или какой-то машины. Ой, ребята, я не могу. Почему? Почему так много рекламы? Почему? Я понимаю, что эти игры зарабатывают на этом. Но почему я так много? Давай, 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 давай! Не хватило две дощечки, чтобы подняться наверх. Нужно срочно спускаться вниз. Меня, кстати... Опять реклама, опять реклама, опять! Классно, да, что после просмотра рекламы я просто не могу зайти в игру обратно. У меня просто черный экран, и все. Классно! Предыдущая игра у нас в лагаву, поэтому мы сразу же переместились к следующей игрушке. Называется Slice It All. Без понятия, что тут надо делать, но нам говорят, нажмите для переворота. Ну, давай, ой! Ну, и что это такое? Давайте заново попробуем. Я, честно, не понимаю, что мы сделали не так в прошлый раз, но давайте попробуем. Вот, вот, другое все будет. Нифига! Это так приятно делать, я вам серьезно говорю. Это так... Слушайте, мне даже нравится играть в эту игру, я вам серьезно говорю. Мне одна из сегодняшних игр мне ни капельки не понравилась, а в этой что-то есть. Она как-то немножечко, ой, какое-то приятно. Ой, смотри, мы все прям, мы все прям режем. Это такое удовольствие, я вам серьезно говорю, прям очень классно. Правда, не знаю почему, но именно от этой игрушки я испытывал реально какое-то удовлетворение. Я не знаю почему. Было бы, конечно, здорово, если бы здесь так же не было рекламы, как и в остальных играх. Было бы намного приятнее играть, но... Чего? А, там нельзя было касаться, серьезно? Ну вот опять я поиграл 10 секунд, я смотрю рекламу 30 секунд. Вот я устал, я не могу, я схожу с ума. Ладно, давайте попробуем пройти этот уровень еще раз. Самое главное, что я понял, что нельзя касаться красных вот этих шипов, которые у нас были снизу. Тогда все должно... Ой, как это приятно, как это классно. О, мы можем это разрезать, нет? О, видите, у нас множители к 6, и мы получаем 114 монет. Вот это я понимаю, вот это классно. Блин, я вам серьезно говорю, это, наверное, единственная игрушка за сегодняшний день, которая мне прям реально понравилась. В нее, не знаю как, но в нее реально очень успокаивает, реально успокаивает после просмотра миллиарда рекламы. Реально, это, это, жалко, что уровни, конечно, короткие, но так или иначе, игрушка классная. Давайте попробуем пройти последний уровень, иначе все, ребята, иначе я реально просто начну дальше побить. Спокойно, нет, надо пройти. Вот тут нужно не просто нажимать, но еще и думать, чтобы правильно на все попадать. Жалко, конечно, уровни действительно короткие. Наша следующая игрушка называется Head & Seek, и я сразу хочу признаться, что я купил отключение рекламы за 329 рублей. Реклама меня сегодня реально уже довела, просто чуть ли не до слез, поэтому я не сдержался и просто реально отказался от всего этого, и все. Итак, главное правило этой игры это либо прятаться, либо искать. Давайте посмотрим, что нам здесь вообще нужно будет делать. Как я понимаю, мы можем выбрать либо прятаться, либо искать. Давайте попробуем сначала немножечко попрятаться. Итак, давайте, о, погоди, стой, это Хаги-Ваги, собираем монетки, собираем монетки, собираем. Хаги-Ваги идет за мной, Хаги-Ваги идет. Так, отлично, мы подобрали колючек. Самое главное, чтобы нас просто не нашли и все. То есть, по сути, по логике вещей мы можем бегать так на самом деле бесконечно, пока Хаги-Ваги найдет абсолютно всех, и мы не оставимся самыми последними. О, слышишь, а тут оказывается... Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Тут какой-то телепорт, тут какой-то... О, нет, меня чуть не спалили. Меня чуть не спалили, прикинь. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. О, я понял, какую обилку я подобрал, я мог... Мы выиграли! Да, мы продержались. Ладно, давайте посмотрим, что будет на следующем уровне. Надеюсь, реклама никакой. Как хорошо играть без рекламы, как хорошо играть без рекламы. И с каждым повышением уровня, с каждым прохождением уровней будет становиться все сложнее и сложнее и сложнее. Давайте еще раз попробуем спрятаться. Просто проверим себя, сможем мы это пройти или же нет. Ну, просто ради прикола и интереса сказать. Я же не просто так заплатил 329 рублей. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Здесь никого нет, здесь никого нет, здесь никого нет, здесь никого нет, здесь никого нет. Здесь никого нету. Здесь никого нету, отстань. А-а-а, он очень близко. А-а-а, прям на пятке, прям на пятке. Все, два человека осталось, только два человека осталось. Только я и еще кто-то, по-моему. Или только я остался. О, только я остался. А я могу кому-то помочь, мне интересно. что. Я помог кому-то. Отлично. Я не знал, что я могу бегать и освобождать остальных. Вот это я понимаю. Вот это мы молодцы. Слушайте, странная, конечно, игрушка, но в этом так или иначе что-то есть. То есть такой какой-то обычный тайм-киллер. То есть поиграть в неё немножечко... О, там Хаги-Ваги. Я не знал, что он плавать умеет. О, меня спасли. Прикинь, нифига себе. Фига себе, какие здесь боты умные. Ты смотри, они реально из своих спасают. Это здорово. Это реально классно. Спасибо, ребята, что мне помогли. Спасибо. Ладно, бежим. Короче, прячемся. Нужно продержаться 15 секунд просто. И мы тогда выживем и всё будет хорошо. А теперь давайте просто попробуем поискать. Посмотрим, как это выглядит уже со стороны Хаги-Ваги. Это... О, мы реально никого не видим. Смотри, мы реально... Так, одного поймали. Хорошо. Так, давайте искать дальше. Значит, мы должны за ответённое время поймать абсолютно... Чё, шун, так странно передвигаются. Монеточки подбираем. Так, и смотри, иногда ещё появляются как будто какие-то следы, которые... Да, да-да-да. Так, ещё одного поймали. Отлично. А тут лужица есть. Смотри, лужица как раз-таки. Вот ещё одного поймали. А сколько ещё двоих поймать надо? Вы чё? Тихо, вот тут... О-о-о-о! Ха-ха-ха! Мы справились! Мы молодцы! Мы молодцы! Ну, как я и говорил, игрушка на самом деле быстренько надое тает. Поэтому, я думаю, мы перейдём сразу к следующей. И за что я вообще заплатил 329 рублей? Э-э-э... Следующая игрушка на повестке дня у нас называется Spiral Row. И, как я понимаю, единственное, что мы с вами можем делать, это соскребать вот такую вот завитошку, значит, с дерева. И... И она покатилась. И, конечно же, реклама! Время рекламы, ребята! Класс! Вау! Здорово! Ммм! Ну что ж, мы наконец-то отсмотрели рекламу уже в какой раз. Я чувствую, что я сейчас просто куплю за 300 рублей, опять же, чем-то, да, просто от кассы-то рекламы. И всё, чтобы она просто никогда не появлялась этих игрушек и всё. Ладно, давайте перейдём к следующему уровню. То есть, мы также соскребаем эту всю, значит, деревяшку и... Нифига себе, какая завитушка у нас огромная эта получается. И она также у нас свалит. Прикол в том-то, что здесь даже нельзя отказаться от рекламы, понимаете? Ну, никак не получается про... О-о-о! Уже что-то другое. Смотрите, уровни становятся более разнообразными. На этот раз мы не просто заскребаем всю эту кожуру, а уже что-то происходит, смотри. Она протелывает нам путь, и мы дошли до финиша, и сейчас будет реклама, смотри. Нету реклам... Ну, конечно, но как же без этого? Мне реально такое ощущение, что я просто проклят. Сколько стоит отказ от рекламы? Тут реально никак нельзя отказаться от рекламы? В смысле? Ой, ужас, ребята. Я не могу меня просто вынимать. Я вот реально у меня на последнем издыхании уже в это играю, потому что после каждого прохождения уровня приходится отсматривать какую-то рекламу, и всё. Это... Это... Ну... Это я не понимаю, почему так. Не, ребят, всё. Моё терпение реально лопнуло. Я так больше не могу, правда. Ты играешь 10 секунд, а потом смотришь 30-секундную рекламу. Это капец вообще какой-то. Ну, а если вам понравился такой ролик, и вы хотите, чтобы я показал вам ещё более странные игры из рекламы Тиктока, то обязательно ставьте лайк, и обязательно подписывайтесь на канал. Я, правда, потратил сегодня очень много нервов на эту рекламу, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Ну, а с вами сегодня был, как всегда, Олег Куфи. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Все до скорой встречи, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.